В общем, слегов и слухов было очень много, а вот одни из них, значит, актер, актер Тревор, тот, который Стивен Ок, игравший, ну, сад, помните, за кого. Всем привет, с вами Готика и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. Сказал, что GTA 6 выйдет скоро. Актеры, озвучившие главную роль, приехали на гейм-шоу в город Сан-Пауло, это в Бразилии, и на встрече с фанатами он, имеется в виду Стивен Ок, он же Тревор, сказал, что GTA 6 выйдет скоро, и что на создание игру уходит 7-8 лет, а теперь посчитайте. К чему была сказана эта фраза, выступит ли его персонаж в роли камео в GTA 6, это, конечно же, неизвестно, но, в принципе, если бы он не владел никакой информацией, зачем ему это кидать и подогревать горящие пуканы публики, которые и так ждут GTA 6. Также ходят слухи о том, что GTA 6 получил, точнее, что плойка Sony Playstation и сама, в принципе, компания Sony борются за эксклюзив GTA 6 и за доступ одного месяца чисто на их платформе, но этот слух, вы сами знаете, что такой хлипок и валк, но, тем не менее, слова не последнего человека, который занимал участие в создании GTA 5, говорить о том, что у них скоро выйдет GTA 6, ну, как-то было бы опрометчиво, особенно для фанатов. И следующий момент, значит, сейчас вы видите скрин, точнее, фотографию, что же это такое? Это документ, который сейчас просто повсюду форсят, это документ, перевод с английского у них, примерно, такой, у них, то бишь, у Rockstar, есть группы исследователей и разработчиков по расписанию, они должны поехать в октябре во Флориду, напомню, что в I-City находится, ну, ориентировочно, это территория Флориды, для того, чтобы изучать локации для их игр, и их исследовательская команда будет в Южной Флориде с 14 по 18 октября задача исследовательской команды изучения и фотографирования различных локаций по всему штату. Что из этого следует? Полученные данные с исследованием фотографий, которые они сделают с этой вылазки, останутся в библиотеке исследовательских данных компаний, будут использованы для вдохновения разработчиков Rockstar и создания окружений в играх, которые будут совпадать с реальными местами. А насколько мы знаем, GTA 5 офигенно проработанная, и, ну, тут единственное, что момент, а почему не только сейчас поехали, и вопрос, с какой целью. И, значит, заброшенная исследовательская работа будет включать примерно от 4 до 6 человек, и уйдет на это примерно от 1 до 2 часов. Исследовательская команда заинтересована в изучении интерьеров. Rockstar готова отдать входную плату для доступа к вашему имуществу. Rockstar просит подписи от владельцев мест, дающие исследовательской команды разрешение на изучение. С письмем закреплен документ для вашего отзыва и ответа. Если все звучит и выглядит хорошо, то распишитесь в документе и отправьте его обратно по электронной почте. После этого наша команда свяжется с вами через несколько недель, чтобы договориться по поводу дня и времени, когда они смогут приехать. С наилучшими пожеланиями, менеджер по локациям исследований, терапыры и так далее. И тут, соответственно, комментарий от бывшего инсайдера Яна 2295. Это очень интересно, ли исследователь локации настоящий человек. Она упомянула в своем подкасте, что работает с какой-то крупной медиакомпанией, с которой она подписывала соглашение о неразглашении. Момент с изучением интерьеров объясняет, почему это все делается так поздно. Собственно, на данный момент, из всех сливов скандалов, которые вы слышали до этого, то есть там, что это две карты, то это в прошлом, то это в настоящем, я лично в это не верю, какие-то скрины там сделаны из мобильника, там Nokia 3310 и так далее, это все фигня. А вот настоящие документы для меня это те слухи, которым действительно стоит довериться. И что нам об этом говорит? Нам говорит о том, что GTA 6, возможно, выйдет вместе с релизом PS-ки. Это самое очевидное, что может быть и осталось ждать совсем недолго. Спасибо за просмотр. Постараюсь нарыть для вас что-нибудь еще. Подписываемся на канал, подписываемся в группу ВКонтакте, чтобы не потерять новости. И если что, пишите мне в личку, для того, чтобы в будущем помогать собирать для вас контент. Спасибо.